Бомбы начали падать, да. И ее все уговаривали. Вся Америка звонила, вся Канада, вся Австралия. В Израиле звонил, уговаривал уехать. Только потом, когда во дворе у нее упало там чего-то, тогда она начала думать. Но она пожила в Израиле, ей там жарко, ей там скучно. Она вернулась-ка. У меня знакомый в Нью-Йорке, когда началась война, написал антивоенный пост. Через два года поехал в Питер и сел. То есть получит лет 7. Мой отец цеховик бывший. Не знаю, он делал кубики рубика. Станция Вавилон. Художники-политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Александр Гальпер. Русский и американский писатель. Актер, популярный блогер. При этом он еще и социальный работник для помжей, наркоманов и алкоголиков в Нью-Йорке. Родом он из семьи украинских евреев-иммигрантов. Наша запись сделана в Риге на встрече с писателем. Главный его персонаж – тетя Ида, с которой он разговаривает по телефону. Два сборника коротких рассказов об этой женщине с характером – фронтовички, острый на язык и абсолютно неполиткорректной даме Столетт – вышли по-русски и по-украински в Киеве, куда Александр несколько раз ездил с начала российского вторжения. Тетя Ида, разумеется, не может не прокомментировать этот сюжет. – Звони, тетя Ида. Ты был в Киеве и не зашел к моей сестре Циле? – Как? – Она еще жива. Она же вроде уехала в Израиль и умерла в Хайфе. – Типун тебе на язык. Она просто всем говорила, что там так жарко, что она вот-вот умрет. Кончилось с тем, что она вернулась в Киев. – Но откуда я знал? Я бы, конечно, зашел. – Она тебя так ждала. Курочку приготовила. Ты помнишь, как ты их любил в детстве? – И хорошую еврейскую девочку, 49 лет. Познакомиться из очень приличной семьи. Квартира в самом центре. Работает в СБУ. – Украинская националистка. Ты бы с ней был, как за каменной стеной. Я бы могла умереть спокойно. – Война. Звонит тетя Ирина. – Саш, какие у нас хорошие новости на праздник Пурим. Мы, наконец, эвакуировали Цилю из Киева в Израиль. Прямо на коляске. Мы подключили всех, включая президента Израиля. Он сам ей звонил и часто уговаривал ехать. Она отказывалась уезжать до тех пор, пока русская бомба не разнесла ее любимую скамейку во дворе под каштаном. И каштан тоже разнесло. А введена на этой скамейке и под этим деревом всю жизнь. В Бен-Гурионе ее встречала целая делегация с другой известной киевлянкой. Как ее? Голдемейр? Что ты говоришь? Голда давно уже умерла. А, вспомнила. Наша Сара. Сколько целей надарили новых вещей. И квартиру ей сняли в Иерусалиме. Она не видела Сару 30 лет. Они уже успели поругаться. Первое, что Циля сказала, увидев Сару в аэропорту. Сара, где твои зубы? Ты не можешь себе поставить нормальные зубы? Кто тут приехал из-под побежек? Ты или я? Звонит одноклассник. Ты помнишь нашего соседа Васю? Из параллельного класса. Так у него жена с двумя дочками уехала в Эстонию, как началась война. Жена устроила себя фармацевтом и совсем неплохо зарабатывает. А теперь еще себе и Эстонца нашла. Вася ушел в запой. Чуть не умер. В больнице еле откачали. Теперь надо помочь ему работу найти. А ты понимаешь, как сейчас в Киеве сработает? А у Васи же золотые руки. Я позвонил тети Иди и попросил помочь. Она сделала пару звонков родственникам и старым подругам. Короче, кому-то из Нью-Йорка в Клевлин привезут кота. Кому-то в Хайфе поставят золотой зуб. Кому-то в Торонто сделают бармыццию в самом престижном еврейском ресторане. А Вася получил работу за вхозом в киевской синагоге. Ну, мой украинский ужасный. Ну, хорошо. Вот эта книжка вышла в переводе на украинский. Когда я в 89-м году уехал. Еще там в Киеве мало кто говорил на украинском. Чайник. Сашко, я тебе, наверное, не услал подарунок на Новый Рик. Новый чайник. Иди, Саковна. Дякую, случайно. А это уже четвертый чайник, который вы мне посылаете в целом году. Вы уверены, что он мне не нужен? Сколько, гадаете, я пью чай? У меня уже есть коллекция чайников невдячных. В связи с того, чтобы родиться, как бы четвертую пляшку подаровала. Ты был бы задоволен, как слон. Это хороший чайник. Мы его купили в Кубебеку. Он, когда закипает, кричит французскую мову. Александр Гальпер прочел этот рассказ в украинском переводе. Тетя Ида – кладезь истории, которые описывает ее племянник. Мама родилась в 41-м эвакуации в Казахстане. А это была на фронте батарея. А это была большая семья? Восемь детей. Все из Белой Церкви. И вот, когда началась война, они эвакуировались. И по дороге, тех, которым было за 18 лет, забрали в армию. То есть из Казахстана уже добрались только младшие дети. А потом из Казахстана они… Вернулись в Белой Церкви назад. И где сейчас родня? Ну, кто-то остался в Киеве, кто-то в Израиле, кто-то в Австралии, и в Америке, и в Канаде. И в Америке там в нескольких городах. Это получается, сколько там внуков, правных, ну, сколько у меня двоюродных братьев, да? Только две сестры остались, самая старшая, самая младшая. Ахстане уже умерли. Ну, их дети, как бы, мои двоюродные братья. Три брата. Они живут в Ричмонде, штат Вирджиния. У всех дома, они в доме одного открыли пионерскую комнату. Они накупают эти пионерские символики, потому что они сами выросли в детдоме. Одна из сестер, муж от нее ушел, она не могла после войны их все содержать, она их взяла в детдом. Так они выросли в этой красной комнате в детдоме. И они теперь создали по интернету символику ленинскую, красные галстуки. И там собираются, и там под красным знаменем бухают водку. Александр Гальпер наблюдает характеры своей семьи с изрядным юмором. Звонит тетя Ида. Какой ты мне привез подарок из Эстонии? Тетя Ида, извините, но я вам в этот раз ничего не привез. Ведь вам же ничего не нравится. Это слишком дорого, это слишком дешево, это безвкусно, а этому вообще не надо. После того, как родственники во всех континентах в прошлый раз обсуждали, что у меня нет вкуса, и что я обосновленный транжира, я решил больше не возиться с подарками. Даже племянник Иосиф, который слушал в израильском спецназе, позвонил мне с газа на перекор инструкции. Уплекал меня, что не могу вам сделать нормальный подарок, а сзади были услышаны выстрелы. Я так испугался. Я устал, у меня нет времени искать вам подарки, я езжу по делам литературных. Я же тебе объяснял, как мне правильно сделать подарок. Вначале ты мне присылаешь фотографии, что ты хочешь купить. Если я одобряю, то я посылаю сестра Саре в Иерусалиме, сестра Цели в Киев. Если им нравится подарок, то я точно не беру, потому что у них никогда не было никакого вкуса. Тогда ты ищешь другой подарок. Чего тут сложного? На своих девушках у меня время есть, я рыдаю от твоей неблагодатности. Звонит один. Ида Исаакович, что случилось? Давайте позже, я в паритмахерской посредине стрижки. Дело очень важное. Ну давай, не только быстро. Я хочу присылать тебе подарок на Новый год. Я смотрю сейчас, на футболке в магазине. Ты хочешь белую или черную? Давайте черную. А мне больше нравится белая, я покупаю белую. Через месяц получше, похоже. На острове. В дезаму зазвонил телефон. Все на диком пляже на меня посмотрели. Тут вообще не было никакой связи. Тетя Ида, я на острове посредине Атлантического океана. Здесь же вообще нет сигналов. Как вы все-таки звоните, ничего не понимаете. У меня гостила моя сестра Сара из Иерусалима. Ничего хорошего. Мне за тебя очень стыдно. Какая Сара? Я вам никакой Саре из Иерусалима. И вообще-то ты ничего не услышишь, а мы сейчас тут хорошо выпили. Давайте, когда я вернусь. Сара всем родителям в Америке привезла подарки. И тебе какую-то идиотскую дешевую футболку. Я ей сказал, что ты живешь в самом Нью-Йорке и работаешь на большом должности. Бомжей на начале распределяешь. И ты такое беремо никуда не надеешься и даже не возьмешь. Она очень у тебя обиделась. Говорит, ты знался в своем Нью-Йорке на своей нацепоставленной работе. Зачем ты довел старую женщину до слез? Я ей передаю трубку. Извинись перед ней немедленно. Скажи спасибо за подарок и пообещай больше картика для меня. Тетя Ида контролирует любой шаг племянника. Не забывайте своих камней. Звоните тебе на работу. Тетя Ида, я не могу говорить. Здесь сумасшедший дом. У меня сейчас прямо при мне безумно на автоматка подписывалась. Прямо в кубике во время приема. Сейчас здесь скорая, охранники, все начальство. Потом поговорим. У тебя от меня не откручивались. Я тебе послал видео. Песня еврейская Хавана Гилана на китайском, корейском и японском. Мы всем домом пристарело смотрим и радаем. Забудь про свою работу и эту бедную женщину. Ты все равно струсишься и на ней не женишься. Ты должен это видео посмотреть прямо сейчас. И никогда не забывай своих камней. Доктор Александр Иванов. Во время проявился взял мне интервью телеканал «Звезда». Но имена, конечно, в субтитрах не тебя дали. И профессию перепутали. Вместо соцработника Гайбера сделали доктором Ивановым. Я расстроился. Вдруг, который меня вывел на них, оправдывается. Ну что ты расстраиваешься, что в титрах дали не ту фамилию. Что ты думаешь только о себе? Ты самый настоящий нарцисс. Они сейчас все на удаленке работают. Знаешь, кто-то сложен? Скажи спасибо, что хоть имя было правильно. Александр. А что им мешало написать? Доктор Дармидон Иванов. Звольте, Гидро. Мне показали твое интервью. Я плохо слышу, но я читал все титры. Тебя назвали доктором Александром Ивановым. Но про то, что ты Иванов и стыдишься своих еврейских корней, я еще устрою скандал твоей маме. Как он тебя воспитал? А про то, что ты скрывал, что ты доктор, я тебе никогда не пощаю. И, видимо, хорошее, если по телевизору показали. Я сейчас позвоню своему доктору, тебе пришить мою медицинскую карту и рентген. Скажешь, что у меня там болит. Тетя Ида иногда становится монстром семейного контроля, в том числе она контролирует отношения писателя с девушками. Я вел машину по извилистой горной дороге в глубине штата Коннектику. Мы держали курс на известную бенаденню Хопкинса. У левых руках был мой телефон, и она отговорила мне, что показывает GPS. И ставила песню, сохраненную на айфоне. Тут совершенно неожиданно позвонил катей Ида. И не мог оторвать руки от руля. Лена взял руку. Добрый день, меня зовут Лена. Саша сейчас не может говорить, он бьет машину. Ой, очень приятно с вами познакомиться, дорогая Леночка. Извините за искренний вопрос. А вы еврейка? Нет, нет, я из русских немцев. Немца? Сколько я их убила во время войны. Саша вас привезет, я покажу вам все свои медали. А вам, Саша, нравится? Ему уже давно пора жениться. А все немцы такие аккуратные. Ему такая нужна. Спасибо, мы только познакомились. Он хороший, добрый. Хотя совсем мало зарабатывает. Ну что это за мужчина? И совсем не следит за собой. Толстый. А вот мой внук Боря зарабатывает все раз больше. И какой спортивный? Каждый день в спортзале пять часов проводит. А у вас, Саша, все равно ничего не получится. Он все равно умудрится все испортить. Я вас лучше с Борей познакомлю. Правда, он сейчас сидит за финансовыми махинациями. Но он скоро западет. Ровно через два года, это пять месяцев. Если вы подумали, что комментарии тети Иды об отношениях Александра с Леной были неполиткорректные, то это еще цветочки. Тетя Ида посмотрела документальный фильм, где говорится об отношениях племянника с бывшей невестой. А это известная активистка Назболов и группа «Война» правозащитница Дженни Курпен, которая после политической эмиграции вышла замуж за датского ученого Петера Мадысона. Он отбывал наказание в тюрьме за убийство шведской журналистки Ким Вааль. Это была громкая медийная история. Саша, я прошла в русский газель и интервью с твоей бывшей невестой. Но тура, которая тебя бросила прямо перед свадьбой. Она вышла замуж в тюрьме за маньяка, который отбывает пожизненно. Вот его она перед свадьбой не бросила. Она теперь такой известный человек. Так ты теперь тоже надо полагать известны, какие бывшие. Слава Богу. Я всю жизнь хотел, чтобы из тебя настоящая получилась. Ну хоть так. Ну что, у меня была невеста из Москвы. Когда я первый раз поехал в Россию в 2006-м, я сказал, что ты сейчас привезешь русскую блондинку, мне все говорили. А я познакомился на шоу. Наполненная еврейка, наполненная мавританка. И она еще была русской национальницкой. Она еще была лимоновкой. Да, мне очень повезло. И потом она отказалась ехать в Америку, порвала визу. Потому что она хотела оставаться здесь, будем сражаться с Путиным. И я уехал. И потом она получила беженца в Финляндии. И потом она, он в тюрьме был, списалась. И она вышла за него замуж. В тюрьме. И был стандал на весь мир. И мне все звонили. Вот его она не бросила. Об этом есть документальный фильм. Нью-Йоркский режиссер ходил со мной. И про это со мной разговаривал. Я так просыпаюсь, и мне звонит все. Своя бывшая невеста и все новостные ленты всего мира. Да, она хотела бороться, свергать Путина. Она не хотела быть американской домохозяйкой. Но имеет право. В настоящее время известно, что Дженни Курпен развелась с Петром Маддесоном после его побега из тюрьмы и продолжает находиться в Европе. Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция «Свобода». Писатель и актер Александр Гальпер. Житель Нью-Йорка, работник социальных служб и потажный блогер, который увековечил тетю Иду и других членов своей большой семьи. Звонит тетя Ида. Саша, я слышала, о тебе сняли документальный фильм. Там пьющий, выглядишь ужасно и всем недоволен. Сколько ты заплатил этим жуликам за этот фильм? А вот у моей соседки Песи внук может снять тебе фильм всего за 20 тысяч долларов. Ты там будешь непьющий, хорошо выглядеть и всем недоволен. Ну, я еще в Нью-Йорке немножко снимаюсь в кино, в рекламе, не часто, но моя фотография была в метро, в рекламе. Звонит тетя Циля Исааковна из Киева. Мне звонила Ида из Торонто, а ей звонила Сара Абрамова из Иерусалима. Так вот, Сара просила Иду, и Ида попросила меня поздравить тебя с днем рождения. А чего Сара из Израиля напрямую не может мне позвонить? Э, она считает, что ты подонок и убийца. Я же ей несколько раз объяснял, что моя фотка в метро, это была реклама посылочной кампании, а не их разыскивает полиция. Я не знаю, что ты там наделал. Ты меня в свои делишки не впутывай. Я не следователь и всех фактов не знаю. Мое дело маленькое, передать. С днем рождения! А теперь большая еврейско-индийская свадьба. Тетя Ида будет верна себе. Звонит я в Нью-Йорк, тетя Ида Исааковна из еврейского дома пристрелила, где-то в глубинах Канады, и плачет. Саша, поговори со своим двоюродным братом Хаимом. Он расстался с Римой. Ну ты помнишь, религиозная еврейка. Так она же вам не нравилась, потому что запрещала некошерное есть. Вы все время с ней ругались. Да и Хаймочку с Белосерковского роддома имени Первого Мая свиными котлетами кормила. Как эта нахалка имела нахальство, наглость мне делать замечания. Но я сейчас уже об этом жалею. Я любила Риму как дочь. Но это уже пройденный этап. Разговор не о ней. Он сейчас уже съехался с настоящей индианкой. Она даже не еврейка. Из самой Индии. Ты бы мог с ним поговорить? Он что, Миклуха Маклай? Хочет меня везти на коляске прямо в Индию, знакомить с ее родителями. Меня же там кобра укусит. Саша, он хочет меня убить. Но я не знаю, по правильному адресу вы обращаетесь. У меня у самого была невеста индианка. Правда, все развалилось еще до свадьбы. Вот-вот. Расскажи ему свою историю. Подумай десять раз. Скажи ему вежливость, что мы не хотим командовать его жизнью. Мы просто заботимся и переживаем. Знаем мы этих индеек. Похлопает крылышками и улетят. И оставят хороших еврейских мальчиков с разбитым сердцем. Уважаемая невеста. Саша, как сказать на хинди, моему любимому внуку Хайму так повезло, что он встретил такую красивую и умную девушку. Добро пожаловать в нашу семью. Тетя Ида, откуда я знаю? У меня на работе индийцы. Я спрошу и вам большими буквами напишу. А зачем вам, 99-летней еврейской женщине в доме престарелых, учить хинди? Ой, не сыпь мне соль на раны. Короче, я должен на свадьбе и хорошо поздравить на языке уважаемой невесты. Через неделю еду на русско-еврейско-индийскую свадьбу. Молодожены познакомились в очень прогрессивном и либеральном колледже, хотя нас ожидается усиленный мультикультурализм. Мой двоюродный брат Хайм поехал в Индию, усердно занимался, сдал экзамены и был провозглашен полноценным индусом. Его невеста брала в Америке уроки у самого авторитетного раввина, сдала экзамен и теперь считается самой настоящей еврейкой. Вот у меня вопрос, кто мой родственник сейчас? Еврей или индус? Или одновременно и то и другое? А если они разведутся, он еще будет индусом? Или опять будет просто евреем? Звонит Ида. Саша, наши новые индийские родственники сегодня в Нью-Йорке. Ты можешь им показать город? Их всего человек десять. Всего десять? Не могу, тетя Ида. Сейчас еду на массовку. Не знаю, когда освобожусь. Скорее всего, глубоко за полночь. Тут такой скандал, такой скандал. Я назвал невестку обезьянкой на Идеше. А она запомнила, как звучит. И посмотрела по интернету вашему антисемитскому. Я думал, она никогда не поймет. Вот, сучка, мы в 43-м таких под Калининградом расстреливали на месте. Ой, тетя Ида, я надеюсь, свадьба не расстроится? Хайм на вас очень обидится. Зря вы так к индийцам относитесь. Они хорошие. Они никогда евреев не обижали. Надо их срочно задобрить. Ты можешь всех на киностудию провести? Нет, конечно. Кто я там такой? Это фильм вообще про русскую мафию. Пускай их тоже снимут. Скажи режиссеру, что они тоже русская мафия. Три дня до свадьбы. Звонит маму. Какую ты рубашку наденешь на свадьбу? Ну, ту белую, что я обычно на праздники надеваю. Нет. Ида Исааковна сказала, что индийцам это не понравится. Наденешь цветы. Так тебе же и Иде всегда нравилась моя белая. Это абсолютно не важно, что нравится тебе, мне или даже Иде. Главное, чтобы гости из Индии были довольны. Ты уже приготовил свой стих без пошлости на хиньбе? Ида уже пообещала, что ты прочтешь наизусть. Она забыла тебе сказать? Гости очень заинтригованы и ждут с нетерпением. На свадьбе. Тетя Ида, попробуйте свадебный торт. Он стоил 2000 долларов и его делал лучше французский кондитер Вашингтона, который делает торты для Белого дома. Перед гостями неудобно. Вы одна единственная на весь зал, который они кусочка не съели. А вы ведь бабушка жениха, фронтовичка, самая уважаемая из гостей. Вот потому что он для Белого дома делает, поэтому я не прикоснулась. Почему? Рузвельт медлит до сих пор со вторым фронтом. И сказала невеста-индианка, надевая кольцо на руку жениха еврея, вот с этим кольцом ты посвящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля. Тетя Ида встала и сказала свое поздравление молодоженам. Это была абсолютно непонятная комбинация хиньи, идыша, немецкого, русского, украинского и английского. Я понял только, бей фашистскую гадину и русские не сдаются. Весь зал встал и взорвался громкими и долгими аплодисментами. Дедушка-девеста на коляске замахнул с головы еврейскую кипу и стал вытирать ей обильно текущие слезы. Он сказал, что в последний раз был так потрясен речью, когда Ганди провозгласил независимость Индии от английских колонизаторов. Где свадьбы, там и похороны. Александр Гальпер рассказывает. Умер дядя Абрам у нас в Нью-Йорке. Ему было аж 105. Сидел в сталинском лагере до войны за анекдот. В немецком танцлагере как пленный русский солдат. Потом уже в сталинском за то, что сидел в немецком. А потом уже при Брежневе за цех в Василькове под Киевом. Где делали американские жвачки с Микки Маусом. Говорят, они были вкуснее настоящих американских. В общем, интересную жизнь прожил. Я его уже не видел последние лет 10. Звонит его первая жена Софья Львовна из Киева. Саша, купи от меня корзину цветов на похороны. Пускай напишет. От Софы. Гореть тебе в аду, изменщики бабник. Софья Львовна, мы не можем так написать. И за какие деньги вы хотите, чтобы я купил? Это долларов сто будет. Я заплачу. У меня пенсия через неделю. Целых сто долларов. Мне нечего будет кушать целый месяц. Но я хочу, я буду голодать. Но что поделать, пусть все видят, как он разбил мое сердце. Так, Софья, не надо голодать. Я сам заплачу и куплю скромный букет за 30-40 долларов с надписью от первой жены Софы. Помним, скорбим. Денег мне отдавать не надо. Ну ладно, договорились. Но Бог все равно видит. Бога не обманешь. В похоронном доме мы с плачущей вдовой Бертой Исаковной и их сыном Борей пришли в похоронный дом, чтобы рассказать бородатому американцу Равину Зальцману о покойном Абраме. Рэбе предстояло завтра произнести речь о жизни покойного. Берта полчаса рыдая говорила. Боря переводил, а Зальцман записывал в блокнотике. Когда вдова закончила, Рэбе продолжил разговор с Борей. Давайте я вам расскажу, что я понял главное из достижений вашего отца. Первое. У него было великолепное чувство юмора. Он всем улучшал настроение. Его все за это ценили и любили. Но я бы так не сказал. Он отсидел за анекдот три года. Так, так, так. Хорошо. Про чувство юмора забыли. Второе. Покойный был великим советским солдатом на хорошем счету начальства во время Второй мировой войны. Да. Он был в штрафном батальоне. Смывал кровью грехи перед Родиной. Зальцман потер виски. Боря уточнил. А еще папа сидел после войны как предатель и пособник фашистов за то, что попал в плен. Абрам был фашистом? Берта понял эти слова и разрыдалась еще больше. Боря потер затылок. Рэбе перестал в блокнотике и обратился к Борису. Так, вернемся к этому позже. А мы можем сказать, что Абрам был хорошим бизнесменом. Он делал хорошую жвачку, исправно платил налоги и создавал рабочие места. Как вам сказать? Налоги он не платил, так как официально этого бизнеса не было. Папа получил за это пять лет лагерей. А его рабочих год искали под опросом. Рабочие были на него очень злые. Он им не объяснил, какую оферму он их втягивает. Жвачку было делать нельзя. А почему нельзя? Что Сталин имел против жвачки? Повисла тишина. Зальцман нервно потеребил длинную бородку и продолжил. Ну хорошо, хорошо, это русская специфика. Я никогда не пойму, почему нельзя было делать жвачку. Но про личную жизнь я могу сказать. Абрам был примерный семьянин. Можно. Шесть раз. Что шесть раз? Он был отличным семьянином шесть раз. То есть женат шесть раз. Шесть? Он же столько сидел. Когда он успел? Ну между сроками. Завтра еще две предыдущие жены будут. Не забудьте упомянуть про эти браки. А то они вам весь похоронный дом разнесут по кирпичкам. Они хоть на колясках и сиделками, но очень боевые барышни. Опять тишина. Только вслипывала Берта. Равин уже не гладил, а нервно дергал бородку. Я ничего не понимаю. Но вы не волнуйтесь. Все будет на высшем уровне. Я должу для вас русскоязычного Равина из другого похоронного дома. Он во всем разберется. На кладбище. Во время похорон ко мне подошла незнакомая пожилая женщина и прошептала. Я читал у тебя в фейсбуке, что твоей девушке в России нечего было кушать, и она просила у тебя денег. Да, я ей послал. Не волнуйтесь. Нормально послал. Сколько надо, только послал. Вот еще. Женщина мне сунул купюру в карман куртки и исчезла в толпе. Идем от могил. Слышу. Зяма, за сколько ты купил эти очки? 300 долларов. Зяма, бля, тебя надули, это подделка. Им цена 20 долларов в хороший день. Ко мне подошел директор кладбища. Мне сказали, что вы русско-еврейский писатель. Ну, я сам не знаю, какой я писатель. Русский, еврейский, украинский, американский, афроамериканский. У меня много рассказов о моих клиентах. Афроамериканцы. А что же случилось? Ну, это не принципиально. У меня есть связи. Можем забить вам место на кладбищу в Квинсе, недалеко от Шолома Лейхема. Вот вам моя карточка. Фантастически скромные цены. После похорон. Когда мы после похорон, мы с Зямой докончили бутылку водки в ресторане. Он посадил на меня пьяным взором. Знаешь, сколько честных и очень богатых русскоязычных я встретил в американской тюрьме? Врачи, адвокаты. Как мне их не хватает? Многие уже вышли. Но я еще год не могу им звонить по правилам досрочного освобождения. Зяма продолжил. Ты знаешь, что я причина того, что ты существуешь. Твой отец месяц уговаривал твою мать пойти с ним на свидание и наконец уговорил. Приоделся, надеколонился, сел в трамвай и как всегда подрался. Его забрали в милицию. Но он позвонил мне, я подъехал и все решил. И он успел на свидание. А твоя мать видная красавица была. Если бы твой папа не пришел, второго шанса бы у него не было. Так что ты мне всем обязан. И не говори мне, что больше пить не можешь. Офисант, еще бутылку водки. Заключенный философский рассказик. Скорая мчалась по Манхэттену. Наверное, инфаркт. Санитары на меня надели кислородную маску. Блин, зря я столько пил. Я же просил Сеню мне больше не наливать. Я куда-то провалился. Моисеев ведет евреев по пустыне. Страшно жарко. Ему подскакивает тетя Ида. Идиот, ты знаешь, куда ты ведешь этих евреев? Мы же ходим лет сорок. Моему племяннику Саше очень жарко. У него больное сердце. Он так долго не протянет. Женщина, отойди. Меня ведет Бог. За счет твоего племянника на все воля Божья. Ах ты, нехотя, что значит воля Божья? Да ты генер настоящий. Ой, забери ее от меня. Ай, она меня ударила по лицу. Ай, она мне разбила нос. Хорошо, хорошо. Ида, ой, ай, не бейте меня. Хорошо, хорошо, уже пришли. Здесь будет земля израильская. Укутанная проводами. Я открыл глаза в больничной палате. И, наконец, пост скриптум от тети Иды. Место на кладбище. Позвонил тетя Ида. Саша, ты помнишь, Белла, моя подруга, детство сделала церковь? Но мы с ней вместе в школу ходили, на одной мебельной фабрике работали. Так вот, я купила место на кладбище рядом с ней. Всю жизнь провели вместе, думая, давай после смерти будем. А Белла вчера проговорила, что спала с директором этой фабрики. Поэтому и квартиру раньше меня дали на год. Так вот, позвони на кладбище и скажи, чтобы меня переложили в любое другое место. Пусть это скуха сама там, сама помнишь. Тетя Ида рассказывает. Моя пенсионерская страховка плачивает раз в месяц у психолога. Типа считается, что раз мне сто, то у меня должна быть старческая депрессия. И мне необходимо раз в месяц уплакаться. Какие еще какие депрессии? Знать я не признаю, знать не хочу. Психолог мне начал звонить, умолять прийти. Я сказал этому поцу. Нет у меня времени к вам ходить. Я занятый человек. Пишите, что я у вас была. Берите с моей страховки, что хотите. Ну не знаю я, что он там делает. Но раз в год он забирает меня и мою соседку Сару на машине. Благодарность. Везет в дорогой ресторан. И плачутся нам там, как у него дети и внуки тянуть деньги. И всем надо помочь. И за домик за машину банк надо платить. Так на жизнь не хватает. А еще у него холестерин высокий. И мы его вот покажем. Писатель Александр Гальпер и его тетя Ида. С вами была Елена Фанайлова. Станция Вавилон. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте Радио Свобода в разделе подкасты, а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok